Сегодня мы посмотрим, как же нам быть, если у нас есть вот такая история, то есть выступ груди. И если под грудью нет животика, это пространство не заполняется и на ткани в изделии у нас получается здесь слабина или лишняя ткань, которую в полуприталином или приталином даже силуэте всегда хочется забрать. Как же нам решить эту проблему? Мы строим базовую конструкцию, как учили, но нам понадобятся вот такие вот полурельефы, я их называю, для того, чтобы именно в них была возможность забрать ту самую лишнюю ткань, которая будет у нас на передней половинке в случае такой особенности, как выступ грудных желез. Давайте посмотрим, как это делается на чертеже, как это выглядит на чертеже. На чертеже это выглядит вот таким образом. Обратите внимание, какая большая у нас нагрудная выточка, у нас выступ грудных желез, а вот это так называемый бочок. И посмотрите, в него прячется талиевая выточка, она увеличена, потому что под грудью много свободной ткани, поэтому талиевую выточку надо увеличить. И, конечно, у нас будет лишняя ткань еще и в области бедер. Вот здесь, как правило, у меня 2 сантиметра. Как оформлено, вот вы видите, как оформлено с помощью вот этого вот такого вот бачка, вот этого полурельефа, который я превратила в рельеф, продлив его вот сюда, а могла бы я этого не делать, или могла этот рельеф разместить вот так прямо по центру, под грудью, да? Мы забираем лишнюю ткань. Спасибо.